Вдруг раздался звонок из Москвы, из Филатовской больницы. Туда попала девочка Аня Гришина с очень тяжелой травмой. У нее была травма совершенно необычная и очень тяжелая автомобильная травма. И у нее содрало кожу, вот так, чуть выше пупка, ну как будто колготки сняли. И когда ее привезли к нам, то мы не смогли определить группу крови. Феликсу позвонил его приятель и говорит, слушай, у тебя есть спектр? Они прошли клинические испытания? Он говорит, нет, еще не прошли. Говорит, ну ты можешь дать бутылку, потому что у нас мы теряем человека. Благодарю весь коллектив института за то, что мне подарили жизнь. И главное, конечно, слова благодарности тому, кого нет сейчас, это Феликсу Федоровичу Белоярцеву. Дефицит донорской крови очевиден. Но даже если донорская кровь всегда была бы в должном количестве, опасность при ее переливании сродни пересадке органа. Преимущества же искусственной крови перед донорской очевидны. Не требуется ни групповой, ни индивидуальной совместимости. Не возникает иммунного конфликта с чужой кровью. Исключен риск передачи необратимых инфекций. Именно поэтому в конце 60-х мировая наука стала размышлять над созданием искусственной крови. Все же началось с красивого эксперимента Кларка, который мышку пытался утопить. Значит, история там была очень интересная. Значит, впервые, где-то в 50-х годах, появилась Татьяна Нейчер, Килстра, «Мышь как рыба». Значит, «Мышь как рыба». Значит, он пытался утопить мышку в воде, при невероятно высоком давлении кислорода. В сосуде химическая инертная жидкость. Через нее пропустили кислород. И сейчас мы станем свидетелями примечательного демонстрационного опыта. Это был настолько красивый эксперимент с дышащей мышкой под водой. Потом мы повторяли все его. Мы его повторяли, этот эксперимент, когда мышку топили. Которая дышала жидким перфтороглеродом. После экспериментов Кларка, уже у всех возникла мысль, что нужно делать срочно перфтороглеродную кровь. Первыми на это дело рванули японцы. Люди очень подвижные. И Наито сделал первую перфтороглеродную эмульсию. Но поскольку это все еще было абсолютно неясно, как делать, он в двух моментах ошибся. Первый, он сделал не того размера частички, крупные слишком. А второй момент, он не очень дальше подобрал там двухкомпонентную перфтороглеродную смесь. Второй компонент. И в результате стали появляться побочные эффекты. В Советском Союзе искусственной кровью стали заниматься с конца 70-х. Первым над проблемой начал работать Институт гематологии в Москве по заказу Министерства обороны. Поэтому тема была закрытой. На несколько лет позже, по поручению Академии наук, Институт биофизики в Пущино. Лабораторией по созданию кровезаменителя в Пущино руководил Феликс Белоярцев. Феликс Белоярцев был потомственным врачом. В 34 года защитил докторскую диссертацию по анестезиологии. Работал сначала в родной Астрахани, а потом в Москве в известном Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Хотел в дальнейшем заняться перспективным направлением – медицинской биофизикой. Меня с ним познакомили. И вот это как бы урок судьбы. И я ему предложил, говорю, давай переходи в наш институт, что-то мучаешься, поскольку эта проблема комплексная, и здесь нужны люди разных специальностей, то как раз это для биофизики. Тогда еще никто не знал, что знакомство окажется роковым в судьбе этих людей. В тот момент они готовы были приступить к решению одной из важнейших проблем мировой науки. Они были молоды, талантливы, энергичны. Срочно было организовано сотрудничество химиков, синтезирующих перфтор углероды, во главе с академиком Кнунянцем, и биохимиков, биофизиков, инженеров и клиницистов. Всего в работе участвовало 40 научных и медицинских институтов. У Белоярцевой лаборатории система, я бы сказал, такая патагонная. Он каждое утро приходил к 8 часам, собирал оперативку, каждому дал задание, и чтобы, что бы ни случилось, в 5 часов они должны дать результат. Он был довольно тяжелый человек. Он в лаборатории делал довольно трудную обстановку. Но он имел лозунг, ребята, Родина требует, и они работали как черти. Они сделали за 3 года работу, которую в Америке, в Японии, делали бы десятилетия. Там какой-то бесчисленный, 6 тысяч или 7 тысяч, уже сейчас даже я не помню, какое количество было поставлено экспериментов. На мышах, на крысах, на собаках, причем кровезамещение было до 90%. Больше того, это пошло настолько хорошо, что за 3 года мы обогнали, прошли весь путь японцев, поняли, где ошибка, и подали документы на разрешение фармкомитета для клинических испытаний. Вдруг раздался звонок из Москвы, из Филатовской больницы. Туда попала девочка Аня Гришина с очень тяжелой травмой. Ферриксу позвонил его приятель и говорит, слушай, у тебя есть спертер? Они прошли клинические испытания? Он говорит, нет, еще не прошли. Он говорит, ну ты можешь дать бутылку, потому что у нас мы теряем человека. У нее была травма совершенно необычная и очень тяжелая автомобильная травма. И у нее содрало кожу, вот так, чуть выше пупка, и до, ну как, как будто колготки сняли, понимаете. Ей до этого, пока ее сначала привезли в другую больницу, ей там перелили большое количество крови, потому что кровопотеря была большая. И когда ее привезли к нам, то мы не смогли определить группу крови. И тогда вот возникла идея, поскольку мы уже до этого работали, где-то примерно полгода в эксперименте, мы сидели здесь двое суток вместе с Белоярцем, потому что там была реакция, у нее появилась, повысилась температура, была такая, ну гиперемия появилась. Но это и сказано, это известно, что одним из таких побочных эффектов может быть вот такое повышение температуры, гиперемия. Страшно, страшно. Но вот через пару дней все это ей стало лучше. Потом, 20 лет спустя, группа Феликса Белоярцева во главе с Генрихом Иваницким получит премию призвания. И вручит ее та самая Аня Гришина. Благодарю весь коллектив института за то, что мне подарили жизнь. И главное, конечно, слова благодарности тому, кого нет сейчас, это Феликсу Федоровичу Белоярцеву. Белоярцева окрылил первый успешный опыт применения перфторана. В 1984 году искусственная гровь была, наконец, допущена к клиническим испытаниям на людях. Испытания проходили в Москве, Киеве и Днепропетровске. Вот этот препарат, который пошел в клинику, был впервые применен у нас в госпитале, в главном клиническом военном госпитале имени Бурденко. По-моему, в июне месяце, числа 6-го, мою июня. Вот первое переливание. Лежала трубка на столе, связь была постоянно с Феликсом Белоярцевым, в Маевске, там, значит, подбегали. Я им говорил, прокапало 10 капель, прокапало 20 капель, прокапало 10 миллилитров, 20 миллилитров. Ну и что там? Ну и как? Пока все хорошо, все хорошо, все хорошо. Человек получил 400 миллилитров перфторана. Вот, все нормально. Потом я в октябре поехал, в ноябре был в Афганистане. Я туда летал, с собой брал контейнер. И совершенно случайно, мы так лечили кровопотерю, а получили эффект лечения жировой эмболии. Когда мне пришел начальник отделения реанимации, говорит, Виктор, я в операционной был. Виктор Васильевич, вот больной у нас в студии солдат, жировой эмболии, вот ввели ему перфторан, он проснулся. Это единственный препарат сегодня, который может быть применяться для лечения жировой эмболии. У нас больше другого ничего нет. Весной 1985 года программа по производству перфторана была выдвинута на соискание государственной премии СССР. Одновременно в Серпуховской отдел КГБ пришла анонимка. Обвинили-то его вообще в нелепости. Это сначала было обвинение в том, что были эксперименты на людях, потом это отпало довольно быстро. Но по Пущино, Пущино, город маленький, мгновенно распространились слухи, что черное чем там занимается, что линии эксперименты на детях, хотя вот из-за этой девочки, которую спасли. В райкоме там были какие-то такие, в духе того времени, опять появилась фраза «врачи-убийцы», там вот такие вещи. Хотя бы не убили, а наоборот. Когда это отпало обвинение, то уже как бы вцепились в него. И теперь уже честь мундира и прокуратуры, и КГБ возникло, что они должны что-то найти. И покатился снежный ком совсем уж мелочных дешевых обвинений. Ему инкриминировали спекуляцию машинами. Кражу спирта из лаборатории, которой он якобы менял на стройматериалы для дачи. Белоярцев пишет служебную записку Иваницкому. Довожу до вашего сведения, что на протяжении вот уже шести месяцев сотрудники Серпуховского КГБ буквально третируют работников лаборатории. Их вызывают в органы на допросы, которые длятся по несколько часов, в ходе которых выдвигаются некомпетентные, но страшные обвинения. У них изъяли лабораторные журналы, что заставило нас приостановить опыты. Это не просто осложнило научную работу. На нас смотрят, как на преступников. Сегодня любой житель Пущина скажет вам, «Белоярцев? Да это тот, по которому тюрьма плачет». В этих условиях я вынужден приостановить работу и просить вашей помощи. Профессор Феликс Белоярцев. Финал оказался трагический, когда они в один день сделали обыск у него в Москве, потом здесь, в Пущино. И ничего не нашли. Когда его повезли на дачу, и когда был второй обыск, он остался один. Если в этот момент был бы хотя бы один человек рядом, то ничего бы этого не произошло. Последняя фраза была, «Я больше не могу жить в условии клеветы и предательства». Ему было 64 года. Самый рассвет. Я никогда не был сторонником вот той теории, что он покончил жизнь. Никогда в это не верил, не верю. И никто не верил. Дальнейшие события заставляют предположить, что версия полковника Мороза не просто фантазия. Те, кто травил Белоярцева, те, кто не хотел, чтобы перфторан был выпущен в серийное производство, на этом не остановились. Поэтому все перебросились в органы на меня. Тем более я написал в прокуратуру письмо по своей наивности и обвинил КГБ в том, что они довели человека до смерти. Иваницкого исключили из партии, что по тем временам грозило заведением уголовного дела. Сняли с должности директора института, оставив заведовать лабораторией. Он стал новой мишенью. Он и его детище перфторан. Работы были заморожены. Клинические испытания остановлены. В общей сложности это затормозило исследование на 10 лет. Где-то в 90-м году это все успокоилось, вся эта коллизия, которая против нас разыгрывалась. Но кончилось финансирование. Говорят, делать, что хотите. Но денег мы вам на это дать не можем, поскольку денег нет. Я приехал к Федорову, Свидославу Николаевичу, который был глазным хирургом. И мы с ним... Он говорит, ну а что вы, собственно, давайте отделяйтесь от государства, давайте создадим акционерное общество и начнем работать. Ну, конечно, как любые начинающие бизнес-планы, мы тоже прогорели. В конце 90-х институт биофизики получил лицензию на производство перфторана. Фирму, правда, пришлось продать частным предпринимателям. Заниматься и наукой, и бизнесом оказалось делом почти невозможным. Однако условия Иваницкий поставил жесткое. Во-первых, чтобы перфторан остался в России, и эксклюзивное право все равно было у России. И еще, чтобы выпуск его массовый производился именно в Пущине. Ученые считают, что 21 век будет первый перфтор углерода. А перфторан будет использоваться не только в качестве кровезаменителя. Выясняются все новые области применения этого препарата. Его можно использовать при консервации органов, при операции на сухом сердце, при плохой проходимости сосудов и даже при лечении СПИДа. За этим открытием будущее. Должно ли открытие, пусть даже самое перспективное, совершаться ценой человеческой жизни? Стоило ли платить за него столь высокую цену? Конечно, это не стоило. Конечно, это не стоило. Конечно, это не стоило. Но этой проблемой заниматься стоило. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...